Вторые сутки сотрудники МЧС Абхазии ведут поисково-спасательную операцию в верховьях реки Гумиста. 12 мая в 11 часов 20 минут российская туристическая группа запросила помощь у абхазских спасателей. По словам инструктора группы Анны Делёвой, туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал ещё один член группы. Было принято решение спускаться к побережью и обратиться за помощью в МЧС Абхазии. Мы вышли в поход второй категории сложностей спортивной. Один из участников был не готов физически, хотя ему предупреждали на тренировке, он тоже отказался. В общем, впервые мы его здесь увидели, он оказался физически не готов. Была погода хорошая, в Абхазии мы в третий раз такой маршрут проходим. Мы были не готовы, что так сильно испортится погода. Оставили человека в палатке с едой на перевале, сказали никуда не выходить, что мы пройдём в радиальный выход с одной ночёвкой. В это время на этом радиальном выходе на дальней точке нас вскрыла непогода. И мы два дня пытались через непогоду к нему пробиться, после этого мы поняли, что пробиться к нему уже не можем. И стали спускаться вниз, вот вышли на связь, и вот вышли все. Человек остался там, ему было сказано никуда не уходить. Но сейчас вот вертолёт сказал, что его там нету, я хочу уже вернуться в горы, потому что, по сути, конечно же, это ошибка моя, нельзя было делить группу. Но он был совершенно не готов физически. К полудню 13 мая основная группа российских туристов из шести человек была доставлена абхазскими спасателями в Сухум. Вертолёт МЧС Абхазии провёл облёт предполагаемого места нахождения оставшегося в горах туриста. Однако погодные условия не позволили провести полноценного осмотра местности. Исходя из чего, было принято решение направить в верховье реки Гумисты сотрудникам спасательного отряда МЧС Абхазии. Таким образом, поисково-спасательная операция продолжается.